Сегодня готовим очередную вкусняшку. Делается все легко и просто, а получается так вкусно, что я вам рекомендую приготовить по этому рецепту и вы убедитесь, что это блюдо станет новым хитом на вашем праздничном и домашнем столе. Всем привет! Итак, для начала берем 1 третью часть батона и замачиваем ее в 200 миллилитрах холодной кипяченой воды. Замоченный батон отставляем пока что в сторонку, пускай разбухает, ну а мы займемся приготовлением фарша. Две половинки куриного филе. Примерно это будет где-то 500-600 грамм. Нарезаем на небольшие куски. Нарезанные кусочками филе отправляем в чашу блендера. Если же у вас нету блендера, его можно будет пропустить просто через мясорубку с мелкой решеткой. И сразу же в чашу к мясу нам нужно отправить одну луковицу средних размеров. Разрезаем ее на 4 дольки, чтобы блендеру было легче с ней справиться. И два штуки, довольно таких немаленьких, зубчика чеснока. Разрезаем его вот так вот на мелкие части, чтобы он более хорошо перемололся. И на максимальных оборотах миксера превращаем все в фарш. Повторяюсь, если у вас нету блендера, просто пропустите все через мясорубку. Весь фарш, который у вас получился, отправляем в большую глубокую миску. Затем берем разбухший батон и вот так вот хорошо его отжимаем. Нужно постараться как можно больше жидкости удалить из хлеба. Хлеб отправляем в миску к фаршу. Дальше нам понадобится немного свежей зелени. У меня сегодня будет немного укропа, немного петрушки. Их нужно будет постараться хорошо измельчить. И полностью всю измельченную зелень отправляем тоже в миску к фаршу. Затем нам понадобится еще 100 грамм твердого сыра. И его нужно натереть на мелкой-мелкой терке. Сыр выбирайте по своему вкусу, который вы больше всего любите. Весь натертый твердый сыр мы отправляем в общую тарелку ко всем остальным продуктам. Ну а далее в общую тарелку нам понадобится добавить приправы. Приправы можете добавлять все по своему вкусу, но я бы рекомендовал вам сделать как у меня. Я добавил одну чайную ложку копченой паприки, пол чайной ложки черного молотого перца, чуть больше нежели пол чайной ложки соли. И в конце нам еще нужно вбить одно куриное яйцо. Ну а затем вот так вот просто руками, не стесняясь, нужно очень хорошо все перемешать. Размешивайте до тех пор, пока полностью все продукты хорошо перемешаются. Я все перемешивал примерно где-то минутки 3-4. И вот такой вот консистенции получился у меня фарш. Ну а теперь самое основное. Мы будем формировать наши будущие котлеты. Напоминаю, руки нужно хорошо смочить водой. Фарш так будет более хорошо формироваться. Берем небольшое количество фарша. Все по вашему усмотрению. Вот так вот в руках его немножко отбиваем и формируем небольшую и немаленькую котлету. Как вы видите, к мокрым рукам фарш не пристает и очень хорошо формировать котлеты. Дальше готовую котлету мы укладываем на одну полоску бекона. Вот такой вот бекон продается в любом супермаркете. Толщина бекона должна быть примерно 2-3 миллиметра, не больше. Ну а дальше стараемся вот так вот аккуратно свернуть бекон трубочкой, чтобы он полностью обернулся вокруг котлеты. И немножко вот так вот фарш еще утрамбовываем, чтобы он не выходил за края бекона. Готовые котлеты, аккуратно завернутые в бекон, будем складывать в форму для выпечки. Если же у вас нету вот такой вот стеклянной формы, можно будет просто на противень, застеленный пергаментной бумагой. И еще один такой момент. Бекон можно взять просто сырой, а можно взять, как в моем случае, немного копченый. Так будет более классный вкус, я вас уверяю. Таким вот образом делаем полностью все заготовки, которые вы для себя приготовили. Затем отправляем вот этот вот противень или же форму в разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут, не больше. Через 25 минут аккуратно достаем все из духовки. Друзья, аромат стоит, что можно просто проглотить язык. Даем нашему блюду чуть-чуть остыть, потому что самое лучшее время для подачи, это когда они еще теплые. Вот такого аромата и вкуса не откажется ни один ваш гость. И каждый попросит рецептик, как вы это готовили. На этом, друзья, у меня на сегодня все. Я думаю, вы знаете, что нужно поставить лайк, подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Вам не сложно, мне приятно. И до новых встреч на канале Аппетитная Кухня. Всем пока!